Доброе утро, дорогие телезрители! Вспоминайте сразу новогоднюю песню о том, как поется там про новогодние игрушки, свечи, хлопушки, которые лежат в огромном ящике, и все мы с большим успехом ими пользуемся. Было бы здорово, если бы продолжение этой песни звучало как правильно использовать эти свечи, хлопушки, еще и петарды и всякие другие взрывоопасные штуки, которые мы часто очень используем на Новый год. Вот заговорилась даже немного, потому что уже предвкушаю это время, когда 12 часов ночи, час ночи, и все вокруг гремит, полыхает и немного даже становится страшно. Так вот, как раз-таки о такой безопасности в новогоднюю ночь мы будем говорить с нашим сегодняшним гостем. Это начальник Центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС Павлом Филимоновым. Павел, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ей в 12 ночи страшно. Представляете, как вам страшно, когда начинает все это полыхать, грохотать и думать, господи, чтобы все только хорошо было. Мы не зря вас в гости позвали. Вы знаете, в преддверии Нового года хочется с вами именно о безопасности и поговорить. В магазинах иногда возле гипермаркетов тебе предлагают купить хлопушку, мягко говоря. В магазинах продается пиротехник, абсолютно легально и нормально. Другой вопрос, как этим правильно пользоваться? Скажите, вот ведь если это продается, значит этим пользоваться можно, правильно? Если это продается, пользоваться можно, но давайте вы правильно сказали, что у нас есть специализированные магазины. Есть петарды, к сожалению, кто продает с рук, так сказать, такие нелегалы, черный рынок. Поэтому мы всем советуем приобретать пиротехнические изделия, конечно, в специализированных, повторюсь, магазинах. Смотреть инструкцию, требовать сертификат качества у продавца, ну и, конечно, использовать их по назначению. В инструкции все прописано. Как их надо устанавливать, учитывать ветер вдали от дома, как их надо поджигать. Я это прямо сейчас могу рассказать. Расскажите. Расскажите, да, очень интересно. Кто-то, может быть, уже купил их, не в магазине, понимаете, но хоть таким образом, послушая вас, мудрый совет, убережет себя от неприятностей. Думаешь, выкинут? Я думаю, нет. Я сомневаюсь. Самое главное правило, это уйти на отдаленное расстояние от жилых домов, любых построек. А удаленное это сколько? Ну, это 30 метров минимум. Желательно, если вы идете вместе со всеми, то пускай это один человек только будет зажигать это устройство. Трезвый. Это обязательно, потому что зачастую, что действительно в алкогольном состоянии наши люди поджигают и получают именно в этом состоянии травы. Поэтому на отдаленной местности, конечно, поджигать фитиль на вытянутой руке, на расстоянии вытянутой руки. Ну и еще, что немаловажно, это если вдруг оперотехническое изделие не сработало, ни в коем случае сразу к нему не подходить, не наклоняться. А подождать минут 15, после чего утилизировать его, я имею в виду, поместить само изделие желательно в воду, там еще подождать некоторое время, а после чего можно отвезти в этот магазин, где вы приобретали, с чеком вам его поменяют. Вот основные, наверное, правила требования. Ну и, конечно, что самое важное, это взрослым нельзя допускать вообще никакое допущение именно пиротехнические изделия передавать в руки своим детям, не дай бог. И поэтому мы предупреждаем то, что взрослым опасно такими изделиями пользоваться, ну а детям это, конечно, само собой разумеется. А вот раньше все это дело закапывали в сугробы. Сейчас сугробов у нас не предвидится. Куда же нам это все устанавливать? Все устанавливается. Действительно, есть петарды разные, там, ракеты и так далее. Еще раз повторюсь, согласно инструкции надо использовать. Главное, на ровную поверхность. Вот и все. Самые главные условия, еще раз повторюсь, удали от всех жилых построек. А, Павел, то есть, я так полагаю, что все-таки использовать это можно, потому что многие говорили о том, что их вообще запретили. То есть нельзя выходить во двор, стрелять, запускать петарды. И после 11 тоже нельзя. И после 11 тоже нельзя. Вы же знаете, конечно, шуметь, да, люди тоже отдыхают, но при этом все прекрасно понимают, что будут новогодние праздники. Все вместе дружно, когда выходят, да, и взрывают пиротехнические изделия, радуются Новому году, то, в принципе, это понятно и логично. Да, другой вопрос, если, конечно, у вас 12 часов ночи, под окнами кто-то из хулиганов начинает зажигать серьезные петарды. Это я уже забыл, когда у нас на рынке были маленькие такие, знаете, петарды, они вот там взрываются быстренько и как-то бесшумно, можно сказать. Я видела недавно. А сейчас, да, у детей, что самое страшное. Ну, а так, сейчас петарды очень такие серьезные, я бы сказал, такие мощные, полупрофессиональные. И вот здесь, конечно, убедительная просьба всех людей, граждан сознательных, которые покупают, еще раз повторюсь, использовать по назначению и согласно инструкции. А вот эти различные фейерверки, которые такая вот огромная батарея, почему это продают непрофессионалам? Вот у меня возникает сразу вопрос. То есть у кого-то там праздник, день рождения, Новый год, неважно, берут вот это вот что-то огромное, где-то устанавливают у себя на участке, на улице. Мне просто кажется, логичнее было бы просто не продать, если как бы человек с этим не связан, это не его профессия. Тебе так не кажется, Глеб? Ну, я не знаю, мне так не кажется. Есть определенная категория, которая попадает в пиротехнические изделия, вот именно та категория, которая разрешено продавать и пользоваться обычным обывателем, в принципе, то и находится на прилавках. Сейчас вы можете увидеть в специализированных магазинах. Опасность несут как и маленькие, так и большие устройства. Но, еще раз повторюсь, самое главное, здесь все лежит на каждом, на ответственности каждого. Техника безопасности. Техника безопасности еще. Мы твердим, говорим, говорим, но, к сожалению, ежегодно. Вот хотел бы я вас спросить про статистику. Расскажите мне, какова статистика в преддверии Нового года и Нового года, как увеличивается количество людей, которые поступают именно с такими травмами? По статистике, в принципе, самое то, что пугает, страшно, это, конечно, то, что это происходит ежегодно. Их становится меньше или больше, Павел? Их примерно, вот, от такого вот количества, где-то меньше, да, где-то больше. Но, самое страшное, что у нас есть дети. И дети, которые, есть случай, кстати, был в этом году в городе Минске, с 18-летним парень на новогоднюю ночь вместе с друзьями решил зажечь пиротехническое изделие. Оно не сработало, как я вам сейчас говорил, он подошел, наклонился, и оно в этот момент сработало. Соответственно, попало ему в лицо, и парень скончался через несколько дней в больнице. И это наглядно показывает о том, что это действительно не игрушки. Если вы уже купили это пиротехническое изделие, любое, ракета, маленькая петарда, то, конечно, используйте его правильно, но и ни в коем случае. Конечно, не направляйте на людей, не берите в руки, не давайте детям. Простые, прописанные правила, самое главное их соблюдать. А что касается вот бенгальских огней, как же Новый год без бенгальского огонька? И как ребенку не дать вот этот вот фонарик, который так отселяет? Когда он просит, да? Ну, конечно. Ну, вы же прекрасно понимаете, любое изделие, там, не знаю, бенгальские огни, еще что-то, которое срабатывает при помощи огня, оно опасно даже свечкам. Мы прекрасно понимаем, что сейчас с помощью зажженной спички у нас происходят пожары. Поэтому однозначно это небезопасно. Есть там хлопушки с конфетти, это понятно. Но что касается бенгальских огней, здесь также их надо уметь ими пользоваться, да, также посмотреть инструкцию, то же самое, смотреть качество этих бенгальских огней. Ты когда-нибудь читал инструкцию от бенгальских огней? Ну вот что надо, я вот хотел спросить, что надо делать? А, да. Да, конечно. Что надо делать после того, как вы использовали бенгальские огни? Мне кажется, это вообще правило, которое должны знать все, потушить в воде и потом только отправлять в воду. Совершенно верно. Все очень просто, но многие... Как и спички, собственно говоря. Что тут такого необычного? Я поражаюсь людям, которые... И спички тоже всегда потом опускаешь. Обязательно, обязательно всегда так делай. А ты не делаешь. Вот видите, вроде бы все очень просто. Все об этом знают, но при этом все равно каждый год есть такие люди, которые это все нарушают и, к сожалению, получают травмы. А кто-нибудь вообще бывает наказуем, если что-то произошло? Вот те же самых родителей наказать за то, что их ребенок взял и сделал. Все-таки родители есть за это ответственность? Вы знаете, наверное, может быть правильное и хорошее предложение, да, акцентировать этот вопрос на родителях, потому что действительно работники МЧС в этом заинтересованы, медицинские службы и все заинтересованы, это понятно. Но мы в очередной раз и каждый год говорим о том, что, уважаемые родители, подумайте о своей безопасности, ну и, конечно, о своих детях. Не допускайте того момента, если ребенок каким-то образом нашел вашу петарду, которую вы закупили, не дай бог он ее начал использовать. Ну и, конечно, то, почему пиротехника опасна в детских руках, потому что именно дети ее используют в шуточной форме, бросают друг друга, зачастую они думают, что сейчас я попаду в капюшон, девчонку испугаю, а попадают за шиворот, получаются ожоги у девушек, ну и, соответственно, соответствующие последствия. Поэтому здесь очень важно смотреть за своими детьми, не оставлять их без присмотра. Павел, ну и тогда вот у нас осталось буквально пару минут. Расскажите, пожалуйста, об акции МЧС в преддверии Нового года. Да, действительно, у нас постоянные акции профилактические. Помогают хоть? Конечно, помогают. Самое главное, что все жители страны, города Минск, всех областей принимают активное участие, с удовольствием обучаются в наших акциях. Ну а в декабре месяце, перед Новым годом, у нас акция называется «Безопасный Новый год». На этой неделе мы будем во все республики. Мы проводим эту акцию в магазинах по продаже пиротехники. Не уделяйтесь, если увидите работника МЧС, переодетого в костюм Деда Мороза, с листовками, с буклетами и с подарками. Не бояться его. Не бояться. Это самый безопасный Дед Мороз. Ну и, конечно, завершим мы нашу акцию 29-30 декабря. На объектах с массовым перебанем людей также интересно. Много сюрпризов для жителей нашей страны. Спасибо. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был человек, который знает все, абсолютно все о том, как правильно запускать фейерверки. Ну и очень надеюсь на то, что его приход в нашу студию, я говорю про Павла Филимонова, поможет всем нам и вам, в частности, уберечь себя от неприятностей, которые могут случиться в преддверии Нового года и вообще в новогоднюю ночь.